Доброе утро, мои дорогие! Утро-то доброе, солнечное, холодноватое. Но у меня не очень доброе. Я вообще не выспалась сегодня. Ну вот, встала. Думаю, с утра надо рассказать. Вчера мы так устали. Ездили вчера с Алинкой в Виппоторию к врачу. Встали, приехали, вечером уже поужинали. Уже спать собрались ложиться. А я еще пока вот в интернете посидела, то да сё. Ой, еще хриплое с утра. В общем, короче говоря, у нас продолжение Морализонского балета, блин. Сходила на свидание, нажила себе на голову неприятностей. В общем, этот товарищ, вот два раза он звонил за неделю. Первый раз такой весь вежливый. Мы, наверное, друг друга не поняли. Мало мы слишком общались. Ну, в общем, так вот всё. Я говорю, ну, не поняли, не поняли. Ну, всё, мы расстались. Ну, чего там? А второй раз звонил, я не поняла. Это когда он, дня два назад, наверное, да, звонил там. Такой какой-то ехидный. Вот это, я не поняла, он поддатый, что ли. Только он же весь непивщий. Филька, иди сюда. Вот. Всё, чё-то ехидничал. Я такой, я не такой. Сама такая. Я всё, и не стал даже разговаривать с ним. И вот вчера только мы это угомонились. Слышу какие-то крики. Звон, у нас же этот колокольчик такой, за верёвочкой, на калитке. Звон стоит, какие-то крики. Мне чё-то прям страшно стало. Думаю, чё такое-то. Думаю, ну, может быть, мало ли, может, какие-то пьяные чё-то тут. Думаю, ладно, подожду. Ну, мне не проходит всё чего-то. А у меня окно-то открыто на это. Не проветривание. Что, мой дорогой, что? Ой, ну ты будешь теперь на голову залезать, да? Вот так вот. Возьми на руки. Нет, Филь, давай, ты меня отвлекаешь. Иди. Иди, иди. Иди. И слышу, Любка. Среди этого какого-то шума проскочила. Думаю, чё это такое-то? А самой, знаете, темнотища. Ну, свет-то у меня вот горит один фонарик, но он так. Ну, ладно, оделась, вышла на улицу. И голос-то я не узнала. Короче говоря, калитка у меня моя железная вся трясётся. И там вот это. И там вот это. Любка, выходи, я к тебе поговорить приехал. Вот это вот. Твою мать! Думаю, ну, ну, здрасте. Ночь на дворе. Я, конечно, калитку открывать не стала. В общем, короче, принц, который не пьёт, не курит, матом не ругается, а я не такая, видите ли. Ой, он выдавал. Мы потом уже, когда с Алинкой, уже когда всё кончилось, уже смешно стало. Смеялись. Она говорит, надо было камеру включить. Какая камера? У меня не до камеры было. В общем, короче говоря, орёт, мат-перемат. Открывай калитку, я сейчас через забор полезу. Тут мне стало смешно. Думаю, тебе, придурку, 60 лет. Тебе что, 20 лет, что ли? Ты тут по заборам-то лазить будешь. Ой, слушайте, как в молодые годы. Ничего с людьми не делается. 60 лет, а дурь такая же остаётся. Ой, в общем, он мне высказывал. А я думаю, господи, как же он ехал пьяный-то такой. Это же 70 километров от Евпатории-то ехать. А потом слышу, что там ещё чей-то голос. Его, видимо, кто-то привёз. Знакомый, не знаю, кто у него там, приятель кто. Я ему говорю, Витя, езжай домой. Перестань, что ты за цирк тут устроил? А он никак вот это не уймётся. Выходи, мне поговорить с тобой надо. Ой, я опять сейчас перелезу через забор. Я говорю, давай-давай, у меня вон лопата под рукой, если что. Ой. Кино. В общем, орал-орал. Я уже и домой уходила. Он орёт. Думаю, господи, ну... Вот так вот люди, кто... Скажут, что тут молодёжь вытворяет. А тут молодёжь за 60 лет вытворяет. Ой. Ну, правда, вот и смех, и грех. Вот надо. Ой, короче, он орал-орал, мне это дело надоело. Я ему кричу. Я вызываю полицию. Ты меня достал. Видеть я тебя не хочу. Вали отсюда. Ну, это я ещё так... Мягко сказано. Я орала матом тоже тут на всю волну. Вот. Ну, короче, говорю, я вызываю полицию. Он мне насрать, мне на эту полицию положить. Ну... Ой, хотела поговорить, пока машины не ездят. Нет, уже носятся, как сумасшедшие. Он храбрый, он пьяный, храбрый ему на всё. Но тот-то мужик-то, который с ним приехал, он-то трезвый. И он ему, слышу, он ему говорит, Видите, поехали отсюда, поехали. Ещё нам полиции не хватало, в общем, там всякое разное. А он никак, его от моей калитки не оторвать. Я уже тут стала прямо орать громко. Я говорю, всё, я вызываю полицию. Что это такое? Надоело. Что это тут творится? Ну, и, короче, этот его мужик, видно, это... Угомонил. Они там чего-то... Чего-то всё там что-то... Моталось. Слышно же. На улице-то тишина ночью. Что-то это... То ли он его затаскивал в машину, то ли чего-то. Вот, ну, слышу, дверь хлопнула в машине, и машина уехала. Ромео ядрёноть. Вот как его задело, что ему отказали, а? Ведь какой противный ты мужик-то оказался. А на вид такой приятный, приличный. Ты посмотри, а какая-то ему бабка отказала. И он тут готов не знаю, что вытворять, а? Ну, вот что это? Нормально это? Ну, что ты сидишь? Бабушка пошла водички попить. Ты уже тут место занял. И вот главное-то что? Чего я от него никак не ожидала? Он же ведь... Он орал-то по-злому. Вот это какой-то мат-перемат. Вот это... С таким... Со злом, с какой-то... С ненавистью. Вот это вот... И он не то что пьяный, он просто, вот знаете, в говно был. Потому что я утром вышла, верёвка на колокольчике оборвана. Всё там... Трава, цветы, всё мятое. То ли он там валялся. Слова. Ну, никак я не ожидала от этого товарища, от всего такого правильного, вот такой злобы, ненависти. Телепка, выходи! Да... Меня прямо тряхануло, я никак уснуть не могла. Потом вроде бы и смешно, а всё равно же всё, это же вот так вот всё. Вот так сходила, на свидание называется. Нажила себе проблем. Ну, тут сейчас вспомнила, какой-то там... Какой-то мужчина написал, что вот так одна и останешься. Да я давно одна. Да лучше одной быть, чем вот с таким вот чудом, а! Господи, это вот... В голове не укладывается. Приехать ночь, полночь, вот это... И орать, вот вытворять, ломиться в калитку. Ну, ну... Всё говно своё показал, короче говоря. Мы уж потом с Алинкой смеялись, когда это всё закончилось. Она мне говорит, мама, как прям в молодости! Вот эти страсти-мордасти! Э-э-э! Ой, я уже не знаю, знаешь, что ожидать. Я уже думаю, может быть, сегодня он проспится, после этого, наверное. Может, попозже позвонить к вечеру, да поговорить с ним. Прямо сказать, что, слушай, ты меня вывел из себя. я тебя не видеть не хочу, не слышать. Если ещё раз ты появишься, я сразу без всяких разговоров буду вызывать полицию. Мне вот этого не нужно. Да, Филя. Попала бабушка под раздачу. Я вот раньше, когда была моложе, думала, ну, какая жизнь на пенсии, да? внуки банки закатывать, носки вязать, да телевизор смотреть. Я никогда не думала, что такая жизнь может быть в 62 года. Ой. Да. Вот так вот, мои дорогие. Я прям не могла, холодно, правда, с утра так. Ещё рано. Вот. Сколько там времени-то? Пол восьмого ещё только времени. А я не могу, проснулась, хоть и не спавшая, не выспалась, но думаю, надо рассказать моим. Больше-то мне некому рассказывать, были бы у меня тут подруги. Да, Филечка? А так мы с Алинкой одни. Вот только вам и рассказать. Ну, я надеюсь, что это, наверное, на этом всё закончится, потому что мне не нужно вот этого всего. Ой, не хочу я себе трепать нервы. Это и было бы, из-за кого их трепать. Вот. Я надеюсь, что на этом всё закончится. И так. Уже хватило мне. Да, Филя, нам надо заниматься своей жизнью, своими делами. Надо идти завтракать и продолжать всякие свои... Ой, не знаю даже, как назвать. Сейчас сделала из бетона и из тряпок кресла. Надо пойти покрасить. Не хотела красить. Алинка говорит, надо покрасить. Вот сейчас пойду шпаклёвочкой пройдусь, покрашу, да, урчишь. Урчишь. Вот. В общем, короче говоря, жизнь идёт дальше, мои дорогие. И жизнь всё веселей и веселей. Да, ещё вот. Вот эти вот мои ангелы, Филя и Коба. Ночью разбили банку с кормом. Полтора литровая банка. Вот сейчас это дело надо убирать. Тут всё с листьями, со стёклами. И сожрали ведь. Но я так подозреваю, что они не одни это ели. Я так думаю, что к ним гости приходили. Вот видите, что осталось. Погуляли, ребята. Полтора кил... Ну, полтора... Полтора литровая банка. Сколько там? Ну, там не полтора килограмма, конечно, но здоровая банка была. Что? Выхожу, они тут у меня. Грызут. Да, нюхай банку-то теперь. Так что на этой ноте заканчиваю. А ещё что хотела сказать? А чё я ещё-то хотела сказать? Ну, ладно. Пойду я позавтракаю. Мои дорогие. Мои дорогие, сколько вы мне радости приносите своими комментариями, вообще общение с вами. Это что-то. Спасибо вам огромное, что вы про меня не забываете, смотрите, радуете меня. Я вас всех люблю. Пока-пока.